блаженный иоанн тульский чудотворец 1773 1850 годы жизни дни памяти 12 25 января 21 июля 3 августа иван степанович котельников блаженный христа ради иродивый место чтимые святой тульской епархии так вспоминают туляки память это передается из поколения в поколение блаженный иоанн тульский зимой летом ходил по городским улицам босой с непокрытой головой тело его прикрывал полосатый халат разодраны на груди родные старались одеть его сообразно погоде но он сразу же все раздавал и опять оставался в рубище по благословению блаженной фросинии калиупановской он вступил на путь родства христа ради ему было всего 17 лет житие блаженный иоанн иван степанович котельников родился 23 сентября по старому стилю а по новому 6 октября 1773 года в богатой купеческой семье от благочестивых родителей степана романовича и анны дмитриевны котельниковых отец степан романович котельников купец мать анна дмитриевна котельникова крещен в честь святого апостола иоанна богослова от природы иван был талантливым и трудолюбивым получил хорошее домашнее образование отец рано приобщал сына к торговому делу но неземного тленного богатства искала его душа он много читал особенно слово божие и жития святых его светлый ум и добрейшая душа просвещенная благодатью божией жаждали иного богатства он очень рано понял суетность и временность этой жизни и всею душой устремился к богу по благословению блаженной фросине калюпановской христораде еродивой он вступил на путь еродства христораде ему было всего 17 лет этот подвиг как бы вмещает в себя почти все прочие подвиги монашеские подвижнические мученические и пророческие при внешнем кажущемся безумии скрывается тяжелейший подвиг поста молитвы терпение обид и насмешек и всех неудобств житейских и холода и голода и всего прочего постоянное памятование о христе распятом было для него как песнь для херувима имея эту непрестанную память о боге он правую руку всегда держал поднятой вверх по воспоминаниям жители города блаженный иоанн ходил полосатом халате с открытой грудью с непокрытой головой зимой и летом босой родные его болея за него душой старались одеть его хорошую одежду но все было напрасно он тут же все раздавал оставаясь своем рубище любовь к ближним побуждала его посещать те дома где была беда он утешал в скорбях ободрял в напастях плакал с плачущими радовался с радующимися помогал молитвой страждущим подвигами молитв поста терпения холода насмешек от людей отказа от собственной воли он стяжал полное смирение перед богом получил от него при жизни в награду дар прозорливости и чудотворения часто полночь еродивого видели молящимся перед крестом который находился на паперте тульского успенского собора в кремле или на паперте никола часовинского храма некоторые видели что блаженный был в это время окружен светлым сиянием и стоял как бы на воздухе люди знали его как человека божия и на своем опыте познавали истинность слов священного писания где говорится что много может усиленная молитва праведного вот некоторые сведения о блаженном иоанне собранные священником отцом сергием архангельским и иваном матвеевичем суриковым издавшими каждый отдельно свою книгу в 1912 году все они говорят о нем как о великом праведнике еще при жизни своей он имел от господа дар прозорливости и чудотворения туляки сохранили память о том как блаженным был предсказан ужасный пожар 1834 года за несколько месяцев до него он ходил по улицам города размахивая руками и дул во все стороны перед самым пожаром блаженный обошел все монастырские кельи и везде закрывал печные трубы монастырь уцелел от пожара тогда как все здания вокруг были уничтожены огнем на возвиженской улице был богатый дом помещика ясипова а рядом бедная хатка вдовы с детьми приходит иван степанович и ковшом расплескивает воду по всему двору вокруг дома и уходит в тот же день в доме ясипова случился пожар который уничтожил целый квартал строений кроме этой бедной хатки на это чудо многие приходили посмотреть прото и рей петро павловской церкви боголюбов слышал от своей матери как блаженный предсказал есть смерть ее мужа и через несколько месяцев муж ее до того времени здоровый неожиданно заболел и скончался некий пастух стерекший стада видел как иван степанович подошел к реке упе и пошел прямо по поверхности воды увидел это пастух обомлел блаженный подошел к нему и сказал душа моя что видел никому не говори до моей смерти если скажешь то будешь строго наказан об этом случае пастух рассказал когда пришел проститься с умершим много много таких преданий сохранилось о нем но не об этих делах больше всего нужно помнить о том внутреннем подвиге о великом смирении и уничижение себя которые привели блаженного к духовному совершенству часто в полночь видели еродивого молящимся перед животворящим крестом господним который находился на паперте тульского успенского собора в кремле или на паперте в никола часовенском храме всю свою сознательную жизнь 60 лет он нес такой величайший подвиг и внешний летом басы и ноги еродивого были изуродованы острыми камнями мостовых а зимою имел кожу лопнувшую от холода даже в жестокие морозы он молился и немного отдыхал на каменных плитах церковной паперки и внутренней великий молитвенный подвиг часто скрытые от людей но всегда благоугодный богу некоторые видели блаженного молившегося перед крестом на паперте окруженного светлым сиянием благодати божией и стоявшего как бы на воздухе это та благодать и сила божия хранила и укрепляла блаженного в его чудном подвиге еродство он предсказал и день своей кончины сказал что через два дня у них будет пир что в точности исполнилось блаженный старец скончался 12 25 января 1850 года епископ дамаскин тульский и белевский со множеством духовенства и народа совершил отпевание почившего блаженный был погребен на паперте никола часовинского храма на месте своих подвигов впоследствии храм был увеличен в размерах пристройками и могила еродивого старца оказалась внутри церкви в 30-е годы когда храм был разрушен святые останки блаженного иоанна были перенесены на всехсвятское кладбище в 1988 году к тысячелетию крещения руси архиерейский собор русской православной церкви причислил иоанна котельникова клику местно чтимых святых известный тульский старец хиархимандрит христофор очень почитал блаженного иоанна тульского и посылал своих духовных чад на его могилку еще до его официального прославления однажды блаженный явился отцу христофору во сне и сказал что пора его канонизировать пора открывать мощи пораженный этим явлением с хиархимандрит христофор поехал к владыке серапиону митрополит отнесся с полной серьезностью и благоговением к сообщенному отцом христофором явлению он не стал ничего предпринимать самовластно но отправился в москву патриарху святейший дал благословение открыть могилу иоанна котельникова в 1990 году 3 августа обретение его святых мощей до января 2007 года мощи находились во всех святском соборе после возвращения церкви успенского собора бывшего успенского женского монастыря рака с мощами была установлена в первом этаже храма слева от алтаря чудеса святого блаженного иоанна тульского вскоре люди заметили что блаженный особенно часто бывал в домах где жила беда он утешал скорбящих больных разорившихся и по его молитвам несчастные получали облегчение не укрывалась от горожан и прозорливости она вспоминали как за несколько месяцев до большого пожара 1834 года он ходил по улицам размахивая руками и дуя во все стороны с огнем был связаны другой пример иоанновой прозорливости или молитвенности на воздвиженской улице рядом стояли два дома богатый принадлежавший помещику и сипову и бедный в котором жила вдова с детьми она была очень удивлена когда увидела как юродивы расплескивает ковшом воду по ее двору в тот же день в доме и сипова случился пожар сгорел целый квартал кроме убогой хатки вдовы многие тогда сходились глядеть на это чудо по легенде перед самым пожаром иван степанович ходил по улицам города последствия уничтоженным огнем размахивал руками и дул во все стороны как бы раздувая пламя в некоторые дома он заходил и просил воды когда ему ее давали он ее не пил а выплескивал во двор эти дома огонь обошел стороной также блаженный обошел все монастырские кельи и везде закрывал печные трубы удивительно но монастырь уцелел от огня были другие странности некий пастух поведал при гробе блаженного что однажды стал свидетелем тому как он перешел упу прямо по воде не рассказывал же он об этом прежде потому что иоанн строго на строго запретил что-либо говорить об этом случае до своей смерти а некоторые видели сияние вокруг иоанна когда тот молился на паперте церкви перед животворящим крестом блаженный предсказывал смерть людей например от холеры по преданиям он заходил в некоторые дома ложился на постель а после уходил что-то бормоча это было дурным знаком предшествующим смерти от ужасной болезни в этом доме не только от холеры предсказывал смерть иван степанович но и вполне себе мирные и обычные даты ухода людей из жизни ему были ведомы например своя собственная чудотворец видел недоброе так на рынке он однажды разлил бочку с квасом у одного торговца как оказалось на дне была крыса вообще считалось хорошим признаком если иван степанович что-то взял у торговца это означало что торговец честный и его продукт заслуживает доверия а все взятое он опять таки раздавал нищим однажды ночью встретил на улице мастерового котельников сказал ему что два юноши в белых одеждах несут душу на небо мол это душа невинно осужденного и показал на тульский остров еще рассказывают что когда блаженный молился перед животворящим крестом господним на паперте тульского успенского собора целыми ночами его окружало некое свечение как аура следы земного пребывания блаженного и она котельникова в тули зафиксированы в документах государственного архива тульской области фонде историка краеведа археолога собирателя хранителя древностей троицкого сохранилось три документа с воспоминаниями современников документ номер один о посещении блаженным семьи титулярного советника николая молчанова 1838 года 1838 года июля 1 посетил меня иван степанович котельников вдруг вошел в залу неожиданный гость всех сконфузил говорил много часто и непонятно на степана федоровича глаголева как будто сердился на столе был травник на предложение не угодно ли выкушать дай ответил но сделал вид будто пила сам все пролил и капли в рот не попала прошелся до гостиной кругом его обсели мои девочки маша большая паша меньшая паша наденька оленька и елизавета петровна хлебникова все что это говорил но кроме слов обращаемых как будто к елизавете петровне непонятно прошел в кабинет глядел много на портрет моей просковья александровны и детские то есть катерина григорьевны коридоровой нынешней релеевой и елены григорьевны нынешней крыловой необыкновенное внимание его на портреты что это необыкновенное предвещает много говорил плакал горько и у меня исторгнут слезы впрочем продолжение всего часового посещения раза три принимался плакать выкушал немного квасу просковья александровна сама подала я и это за счастье поставляю я его и уважаю и боюсь он необыкновенный человек вышел и на пороге калитки посидел ребятишки обсыпали окружили его меня увлекли к степану федоровичу и он отошел и долго сидел на камушке когда сидел на пороге смотря на город плакал и я воображал плач иеремии храни боже да не сбудутся предчувствия когда пошел с камушка встретился какой-то неизвестный человек он его перекрестил этот поцеловал у него ивана степановича ручку иван степанович из тульских купцов лет сорок в юродивом положении зимой и летом вся одежда рубашка и порты ни морозы ни зной его не беспокоит и ночи зимние на паперте у церквей ночует теперь полагаю ему лет шестьдесят волосы на голове и бороде светло-русые борода окладистая глаза светло-серые на голове то есть на макушке значительная плюшинка когда сидя на пороге калитки плакал я стал сзади просковья александровна позвала меня к степану федоровичу и весьма тихо он вдруг обернулся и так на обоих проницательной такими светлыми глазами объял что как будто никогда и не плакал и сим именно потряс душу тем более я содрогнулся что когда он плакал у него глаза делаются красными а здесь как будто никаких слез не испускал и я подобно его светлых глаз все время сделавшихся не видывал словом я остаюсь при своем мнении что сей иоанн есть святой человек да сподобит его бог таковым далее документе сделано приписка посещение его было ко мне и в 1835 году и я не знаю от того ли что она предвозвестила но я оставил службу в думе того года и вскоре после посещения теперь из слез его и особенного внимания на портреты я ожидаю необыкновенного чего-нибудь и твердо решился ожидая с упованием на бога все к лучшему даже думаю счастливыми будут сироты катенька и еленушка что со мною будет и как будут жить означенные любимые мной девочки предаю их волю божию они все сироты а бог защитник сирот елизавете петровне иван степанове своим манером обещает богатство всего числа начинаю перебираться чтобы людскую сделать под хоромами что будет бог знает но записал все к сведению что случится из посещения сего великого человека аминь титулярный советник николай молчанов документ номер два о портрете котельникова написано монахиней тульского успенского женского монастыря составлен он неизвестным автором с подстрочным примечанием и датирован 1916 годом портрет иоанна котельникова иоанн котельников часто бывал в женском монастыре молился здесь иногда ночевал с особым вниманием и почитанием он относился к одной монахини то уважая подвиги еродивого пожелала нарисовать с него портрет но иван степанович не желал этого и уклонялся однако просьба монахини наконец была удовлетворена иван степанович согласился и портрет был исполнен сестрами монастыря с натуры красками на картоне пред самой смертью монахиня передала этот портрет монастырскому священнику соболеву у которого была племянница софья жившая и воспитывавшаяся в приюте для духовных девиц который был при монастыре умирая священник соболев передал портрет этот своей племяннице вышедший замуж за священника ивана васильевича минорского в последующем соборного протоиерея в городе венев доживши до глубокой старости перед смертью матушка минорская передала портрет своей родной племянницы жене священника меловидовой которая по убеждению моей сестры остроумовой передала его за 15 рублей палату древностей в настоящем 1916 году документ номер три сказание о блаженном старце иване степановича котельникове христа ради юродивом 1911 год блаженный заболел а 12 января 1849 года в девятом часу вечера скончался тело его стояла четыре дня в доме котельниковых где он жил а на пятый день его уже хоронили отпевание тела совершал при освященный дамаскин епископ тульский и белевский в никола часовенском храме в он нам же храме его и могила котельниковы были прихожане к воздвиженской церкви в тульском успенском женском монастыре находится современница ивана степановича котельникова которые теперь находятся в живых схема нахиня сира в миру мария ефремовна струкова рассказывала что она слышала от старших монахинь и других лиц и помнит это хорошо когда иван степанович умер а он умер доме котельниковых то при освященный дамаскин очень затруднялся мыслимо где хоронить блаженного которого он очень уважал на всехсвятском кладбище или в никола часовенском храме а в то время храм этот был небольшой и вот владыка при освященный дамаскин видел знаменательный сон что внутри никола часовенской церкви у левой стены копают землю так при освященный дамаскин принял этот сон за указание почему и решил похоронить ивана степановича в церкви сей час же сделал распоряжение чтоб могилу приготовить никола часовенской церкви на левой стороне где и похоронили его о чем молятся иоанну тульскому чудотворцу святому молятся о защите от пожаров и в разных житейских нуждах господь слышит всех кто искренне просто и с душой обращается к блаженному иоанну просят блаженного иоанна о исцелении болезней даровании слезного покаяния в избавлениях житейских скорбей и бедах и многого другого защитить дом квартиру от воров пожара и стихийных бедствий исцеления тяжелых болезней трудностях житейских и их решения